Тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар от компании THQ Nordic. Отличные ребята, кстати, хочется сказать про них особенно. Они выпускают игры того времени, причем в хорошей графике, в виде ремейка, на современной консоли, и благодаря им мы можем поиграть в то, что пропустили когда-то. Это одна из таких игр. Я пропустил лично эту серию. В свое время я играл Ведьмака, Готику, Моровинд. И эта игра прошла мимо меня. Не только эта, а вся серия этих игр. Она включала в себя, если не ошибаюсь, 4 игры. В далеком 2005 году такая игра была вполне себе обыденностью. Тогда было разное направление в играх. Например, была игра про зомби, который отрывал свои конечности и кидался ими в людьми, и убивал человеков. Инопланетянин, который убивал человеков. И человек, который убивал всех остальных. Убей всех людей. Убей всех людей. Ты должен убить всех людей. Ну что ж, сама коллекционка куплена не мной, а моим другом. Потому что я, если честно, забыл совсем про нее, и не очень-то я интересовался. Забрал мой друг ее сегодня и отдал ее нам на распаковку. А потом ее придется отдать. Купил он ее за 8 тысяч 499 рублей. И цена, в принципе, довольно интересная. По сравнению с последними, которые приобретал я. Посмотрим, что за эти деньги нам предлагает это издание. Кстати, коллекционка немецкая. Что довольно интересно. Давайте снимем защитный рукав. И перед нами главная коробка. DNA Collections. Нас сразу встречает конверт. Так, это литография. Классная. Вот у нас инопланетянин. Мисс Вселенная. Очень милые, романтичные фотографии, хочу сказать. С главным героем. Головой человека. Ну и остальные развлечения. Что тут еще сказать? Их 6 штук. Классные, большого формата. Плотный картон. Сделан хорошо. Также у нас лежит код на пак скинов для главного злодея, главного антагониста и главного героя сразу. Игра. Коробка полностью на иностранном языке. Откроем ее позже. Следом у нас идет брелок. Почему-то он желтый. Главный герой серый. Он всегда об этом говорит, потому что он не зеленый, как многие почему-то думают в игре. Ахахахаха, маленькие гринные люди! Не снова, голодные муроны! Умирай, пи-брейн! И далее у нас башка тряснет. Это игрушка антистресс. Давайте ее откроем. Очень забавная ерунда. Это не совсем обычный антистресс, как мы его представляли. У него тут просто вылазят глаза. Это очень круто, мне нравится. Так, ладно, иди сюда, дружище. Дальше у нас идет пласт поларона, который скрывает за собой, естественно, коробку с фигуркой. Посмотрим. Да, это так. Так, 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 мелкий на место. Итак, коробка с пустой стенкой. Это здорово, можно даже поставить и не распаковывать. Это просто чудесно, потому что именно так все и делают. Верно, зачем что-то распаковывать, если можно просто купить и поставить. Откроем, наконец-таки, откроем. Классический блистер. Но уже можно сказать, ребят, что фигурка, как минимум, интересная. И я думаю, она стоит своих денег точно. В коллекционных изданиях два. Первое за 8,5 тысяч рублей. Второе за 30 тысяч рублей. Причем они полностью отличаются. В коллекционке за 30 тысяч также находится фигурка. И она в длину 60 сантиметров. По факту, в полный его рост. А также там находится рюкзак, который выглядит, как пришелец. Но, знаете, я могу сказать, что, судя по скриншотам, именно это издание более симпатичное. Потому что здесь будет интересная фигурка, а там просто главный злодей игры. Так, фигурка составная. Достаем все элементы. Их, кстати, довольно много. У нас есть корабль. Видимо, наш. Нашего главного героя. Корова. Которую он хочет похитить, я думаю. Куда она у нас вставляется? Так. Так, так, так. Интересно. Интересно. Прям как лего собирать. У нас сюда. Да куда ты вставляешься? Я не понимаю. Слишком стар для этого дерьма. Пусть будет так. Нажми паузу, сейчас мы ее поставим. Я правда не знаю, куда его засунуть. Погоди. Да, я справился. Скажу честно, это было непросто, но я смог. Много-много лет тренировок, сбора различных фигурок оправдали себя. Ну что можно сказать, ребят. Написано, что фигурка 23 сантиметра. Не могу сказать, что она выглядит настолько высокой, но она очень классная. Это настоящая диорама. Да что тут говорить. Тут есть корова, вымя коровы, морда коровы, бластер пришельца. Очень здорово, мне очень нравится. Фигурка явно не хуже любой фигурки из коллекционного издания, допустим, от Sony. Тут разыгралась настоящая экшн-сцена, и это здорово. Это здорово. Я думаю, что фанаты этой игры, а такие у нее были, поверьте, в то время не ожидали, что они смогут получить коррекционное издание этой игры и фигурку на полку спустя 15 лет. Но это произошло. Что можно сказать? Коррекционка в наше время определенно стоит своих денег, и это очень здорово, потому что в последнее время мы имеем неоправданно дорогие коррекционные издания. Здесь же все классно, и даже учитывая, что игра является именно ремейком, а не оригинальной задумкой, то это не отменяет того, что этот диск, если не ошибаюсь, стоит 2,5 тысячи или около того отдельно. Поэтому хорошая цена для хорошего коррекционного издания. Фигурка бомба, фигурка бомба. Просто посмотрите на эту моду. Так, теперь давайте откроем диск. Вдруг там что-нибудь интересное тоже есть. И увидим это. Нет, нет, ребят, внутри у нас пусто. Ну, код они вынесли, поэтому все честно. Здорово, очень здорово, что ко мне в руки упала эта коррекционка. Сам, еще раз говорю, я про нее и не знал, да и не купил бы, потому что не моя эта игра. Но теперь, благодаря и этой распаковке, и компании Тешки Нордик, я с ней ознакомлюсь обязательно и вам рекомендую. Ну, посмотрите серьезно, это как минимум весело. Даже само коллекционное издание вызывает позитив, а не что-то серьезное. Поэтому давайте играть, давайте воровать и похищать коров, давайте уничтожать мерзких человеков и воровать ДНК. Все, до встречи, пока. Моя лапочка, хочешь убить всех людей? Моя лапочка, хочешь убить всех людей?